Дмитрий Фреско Или гамбургеры в жизнь народа Америки Или заказная по телефону пицца в жизни интернет-серфера-полуношника Я говорю о балише Татарки постоянно меряются своими балишами Качественно и собственноручно приготовленный невесткой этот пирог является едва ли не единственным доказательством состоятельности для роди жениха Редко какой татарский стол обходится без балиша Ну, пожалуй, еще без куриной лапши, но они в другой раз Давайте приготовим Нам понадобится мука, пара стаканов Может быть чуть больше, посмотрим Стакан сметаны Маргарин Сода Примерно пол чайной ложечки Чайная ложка соли Для начинки картошка Лук Мясо Опять соль Лавровый лист И перец И примерно стакан полтора говяжьего бульона На Новый год я варил мясо для левье Бульон заморозил Сейчас он не размораживается Сейчас я должен сделать одно маленькое, но чрезвычайно важное отступление Дело в том, что самый потрясающий балиш получается из гусятины Если бы не удалось добыть эту птичку, я бы не раздумывая использовал ее только исключительно для балиша Тем более, что одного гуся хватит на 4, а то и на 5 балишей Так что, если вам сегодня Аллах к столу послал эту птичку Смело рубите его на равные части Снимайте жир, шкуру, режьте ее на мелкие кусочки И вытапливайте сало Кстати, получатся отличные шкварки Часть готовых шкварок отложите для начинки И отлейте примерно треть стакана гусинного жира Можно его использовать вместо маргарина Он очень ароматный А если вам не повезло, как мне, иншаллах Вместо гусинного жира используйте маргарин Сначала приготовим тесто Смешиваем муку Сметану Маргарина на это количество продуктов Примерно 50 грамм Ложку соли И пол чайной ложки соли Тесто отлично вымесилось Теперь нужно дать время, чтобы клейковина набухла А тесто стало эластичным Приклейковину смотрите в этом ролике Немного о том, как я убираю количество продуктов Готовить бариш я буду в этой сковородке Не нужно заполнить ее полностью начинкой Поэтому я прямо сюда кладу картошку, лук Оставляю место для мяса Вот примерно так А пока займемся луком Нам нужно нарезать его в мелкий кубик Подробности быстрой и удобной очистки лука Смотрите вот здесь А нарезки в мелкий кубик вот здесь За неимением гусятины я буду использовать говядину Перекладываю ее к луку Теперь добавим лавровый лист Соль И обязательно черный перец А теперь все перемешаем Нам нужно, чтобы мясо и лук пропитались ароматами Перца и лаврового листа Я частенько показываю способы быстрой обработки продуктов Сегодня покажу способ очистки картошки Он позволяет ускорить этот процесс раза в три А теперь нарежем все мелкими кубиками Тут лениться не надо Идеальный размер картошки На мой безусловно безупречный вкус Это вот такие кусочки Смешиваем картошку с мясом и луком И начинаем сборку Нашего балиша Только сначала включим духовку Сначала разделим тесто на две неравные части И раскатаем в блин ту, что побольше Теперь смажем сковороду Маргарином Счастливчики это сделают Гусиным жиром И положим на сковородку наше тесто Стараемся, чтобы пузырьков воздуха не осталось Края теста должны свешиваться с краев сковороды Тесто разложил Теперь выкладываем начинку И раскатываем вторую часть А теперь парочка маленьких хитростей Для того, чтобы проще перенести тесто Я скатываю его на скалку Можно слегка смочить края водой Или смазать разболтанным яйцом Накрываем тестом начинку И скалку убираем лишнее Отделю маленький кусочек теста для крышечки Осталось только зачипать края Но! Подсмотрел тут в интернете Один из вариантов украшения бляша Вживую таких бляшей ни разу не видел И сам, соответственно, их делал Вот сейчас я попробую Раскатаю остатки теста Вырежу круг по тарелке И сделаю вот такие надрезы Момент очень ответственный Делать это нужно очень и очень тщательно Иначе весь сок наружу потечет Обычно это делает моя жена Это единственное, что я ей доверяю в бляше Ну, не считая поедания Потому что у нее это лучше получается А я пользуюсь этим так толком и не научился Ну, надо же когда-то начинать Вот он, какой красавец Ставлю его в духовку Как только начнет подрумяниваться Нужно будет накрыть его большой миской Или фольгой Если вы, счастливчик, готовите балишек из гусятины Не забудьте положить в начинку гусиные шкварки Это будет потрясающе вкусно Еще больше можно усилить аромат Если использовать гусиный бульон Его можно приготовить из гусиных костей Для оставшихся обрезков С тех пор, как я поставил балишек в духовку Прошел примерно час И кухня стала заполняться потрясающим ароматом Этот аромат не просто так Этот аромат сигнал для нас Что пора добавлять в балишек кипящий бульон Делать это можно половником Но удобнее воспользоваться чайником Всего в балишек такого вот размера Войдет примерно в стакан-полтора И оставляем его в духовке Всего он там должен будет простоять После добавления бульона Примерно полтора-два часа Это зависит и от температуры в духовке реальной И от размера балиша Готовность проверить очень просто Открываем крышечку И вытаскиваем кусочек картошки Если развалилось, разминается пальцами Все готово Едят его обычно так Едят его обычно ртом Запах фантастический Вкус Еще более фантастический Понимающие люди уже наверняка Позаботились, чем наполнить рюмки Друзья мои, отставьте их в сторону Крепкий, горячий, ароматный черный чай Вот что нужно этому пирогу Как говорят у меня на родине Чай не пил откуда силы Чай попил совсем ослаб Вот и все на сегодня Смелее приобщайтесь к национальной кухне Ешьте вкуснее Если понравилось, не поленитесь поставить палец вверх Подписывайтесь на канал Делайте репосты видео на свою стену ВКонтакте До встречи через неделю Рахмат и Саубу Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok